Десять лет тюрьмы. Столько грозит 20-летней Елене Зайцевой. Накануне вечером за рулем Лексуса она влетела в толпу людей в центре Харькова. Авария несла жизни пяти человек, шестеро на больничных койках. Как все произошло, далее в сюжете. Улица Сумская. Выход из станции метро Площадь Конституции. Здесь всегда многолюдно. Светофор для водителей и пешеходов. Вчера без четверти девять вечера в толпу людей, которые ждали зеленого света на тротуаре у Зебры, врезался внедорожник. Скрип тормозов и все. Я просто чувствую на себе удар. Я ложусь. Я поручу направо, я смотрю, вот там лежит четыре человека, там лежат на дороге. В полицию, говорят, виновница аварии водитель Лексуса. В интернет уже попало видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент столкновения. На кадрах видно, как Вольсваген трогается от светофора, выезжает на середину перекрестка, и тут в него врезается ехавший по Сумской черный Лексус. Боковая сторона автомобиля Лексус левая, и передняя часть автомобиля Вольсваген Тауры. И с последующим наездом на опрокидывание и травмирую. В полиции пока не говорят, с какой скоростью двигался Лексус, но признают, что на предупреждающий сигнал светофора. Эксперты еще изучат, как автомобиль выехал. Мы видим, что он параллельно выезжал с другим автомобилем. Видимо, он боялся зацепить тот же автомобиль, который в том же направлении передвигался, и не обратил внимания, что несется другой автомобиль. А вот камеры наблюдения зафиксировали, как мчалась девушка задолго до перекрестка. Пользователи соцсетей подсчитали, дорожную разметку длиной 160 метров Лексус проехал за 5 секунд. Значит, скорость автомобиля больше 100 километров в час. Признаков алкогольного опьянения у девушки не обнаружили. У нее в виде бронезарской крови, у присутности понятых та представников громадскости. После первого освидетельствования установлено, что в крови был отсутствующий алкоголь, что вместо наркотиков результаты экспертизы будут не ранее, чем завтра. За рулем Лексуса была 20-летняя Алена Зайцева, студентка третьего курса университета имени Каразина, будущий пиарщик. Водительские права она получила менее двух лет назад. Протягом последних двух роков она шесть раз притягивалась до административной ответственности за порушение права дорожного руха. Приемный отец девушки по телефону уверяет, Алена – опытный водитель. Ну, один протокол, они в основном связаны с тем, что у ресторана поставили не там машину. Там нет таких протоколов, которые она там гонял или что-то сделал. Она не мажор, она учится в институте. У нас коронная семья. Слушай, пишут и говорят – это вранье. Алена Зайцева – сводная сестра экс-заместителя прокурора Черкасской области времен Пшенки Дмитрия Зайцева. Ранее он работал в ГПУ, был прокурором Крыма. После люстрации находится в розыске, скрывается в Москве. Активисты узнали. Лексус записан на приемного отца Елены Зайцевой Василия Зайцева. Он гендиректор частного общества «Укрэнергочермет». Общаться с журналистами адвокат задержанной отказался. Лина Зеленская, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности – телеканал «Интер» Харьков. Как рассказали в полиции, сразу после аварии виновница ДТП находилась в шоковом состоянии. Но когда пришла в себя отдавать показания, отказалась. Сейчас Зайцева под стражей. Завтра суд будет избирать ей меру пресечения.